Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием «Растения против зомби». Итак, давайте продолжим. Нажмите на вазу, чтобы посмотреть, что внутри. Итак, в некоторых вазах сидят зомби, но также здесь есть в каких-то вазах растения. Давайте попробуем открыть, допустим, вот эту вазу. Ну вот, как видите, мы угадали тут растения. Это хорошо, но надо куда-то ее поставить, а то она так пропадет, если ее не использовать. Так, тут кабачок. Еще один кабачок! А вот и зомби. Горохострел, еще один горохострел. Чуваки-кабачки. Нет, у вас начинают пропадать! Алло! Нет, я не хочу, чтобы они пропали. Давайте посмотрим, что у нас тут. Еще один скорострел. Ой, скорострел. Горохострел я имею в виду. Ну, вот и. Ну, все это, вобеду. Очень как-то легко. Я думаю, будет сложнее. Дружище, здорово, ты сломал эти вазы! Прямо как я себе сломал хребет. Роюсь в мусорных баках. Вот, я привез тебе еще ваз. Не разбивай их слишком быстро. Ты же не хочешь остаться с зомби, которых намного больше, чем ты сможешь одолеть. Итак, зеленые вазы, там 100% растения. У-у-у-у-у, товарищ! Давай я тебя лучше вот так убью сразу, потому что... Горохострел с ним явно не справится. Так, это хорошо. Давайте тут попробуем открыть тоже. Горохострел. Угу. Идеально. Кабачок. Обычный зомби. Ого, вот этого сразу прям кабачком убиваем. Обычный зомби. Ну ладно, вообще какой изи. Все, победа. Отлично. Должно быть, это последнее. Разбей их, и все закончится. Так, ну тут еще посложнее, видимо, будет, да? Ага. Так, значит, мы поставим вот так. Пускай зомби съест этот гриб и пойдет назад. Так, грохострелы сюда поставим. Блин, очень новый гриббур. Давай, грызи. Блин, зачем я сюда поставил? Вот, ведь эту линию мы уже прошли. А что значит, не думаю я. Опа! С бомбой, товарищ. Так, ну тут все линия зачищена. Ого, вот этого танцора убиваем. Воу-воу-воу-воу! Ну-ка ешь. И давай, иди танцуй в другом месте. Ну все, это побега. Ух, прям какой-то мутированный грохострел нам дают. Сиамский грохострел. Стреляет горохом в обе стороны. Только вправо он одной горошиной стреляет, влево двумя. А-а-а, я помню тебе, падла. Вот этот зомби, он зарывается под землю и вылазит с другой стороны карты. Вот, поэтому нам и дали вот это растение. Так, что бы нам взять? Возьмем спорогриб. Солнцегриб обязательно. Кувшинки. Кабачок. Халявный гриб, который можно в воде строить. Обязательно вот этот сиамский грохострел. Потому что вот этот товарищ как раз с тылу будет нападать. И... И, конечно, наверное, ветродую возьмем. Хотя зачем он тут нужен? Тут же нету с шариком. Ну и вишню. Вот так. Я думаю, будет хорошо. Понеслась. Такая песенка здесь прикольная. Надо бы сразу только вот фонарь поставить. чтобы видеть, откуда они нападают. Похоже, идет снизу. А нет, сверху. Вот она. Залысина его видна. Без халявы, как говорится, вообще есть не победить. Ну, хотя нет. Причем можно победить, наверное, взяв мину. Ну, в данной ситуации выгоднее брать, конечно, халяву. Наверное, два ряда халявы сейчас построим. Давай фонарь. Давай фонарь. Ставь. Нет, у него не хватает. Во. Будем видеть, откуда они там идут. На самом деле, надо ускориться и построить уже сиамский этот горхострел. Сейчас появятся эти кроты. Будем их звать так. И будут нападать с тылу. Они прям, вы увидите, взрываются под землю и вот так прям под землей. добираются до конца карты и оттуда уже вылазят из тыла и начинают грызть растения. Так что-то я на воде вообще не строю. Нифига. Перезаряжается он быстро. Это меня радует. Так, надо бы тут поставить халяву. Ого, товарищ! С тылу уйдешь. А у меня тут нету, как назло. Да что-то ты был здоров, а? Давай, дрохни. Крепкий, а? Все. Жалко, конечно, что он съел мой гриб. Ну да ладно. В воде эти зомби, конечно, не смогут нападать с тыла. В воде, пока, что вообще изи. Уже какой раунд, они особо так сильно по воде не атакуют. По суше, в основном, атакивали. Так, тут одна волна, в принципе, сейчас уже скоро пройдем. Поставим. Крепкий. И следует волна. Сразу убивайте, чтобы не успел на гриб съесть. И нам дают звездочку. Честно говоря, я никогда не любил это растение. Звездоплод стреляет звездами в пяти направлениях. Звучит как бы заманчиво и круто, но мне не нравилось никогда. Давайте почитаем. Так, сиямский грохострел. Урон средний, радиус вперед и назад. Да, по гороскопу я близнецы, говорит сиямский грохострел. Одна голова хорошо, а две лучше. Зарядка быстро. Урон средний, пять направлений, знает, говорит звездоплод. Однажды я пришел к дантисту, и он сказал, что у меня четыре дырки, но у меня уже один зуб. Четыре дырки в одном зубе, как такое может быть? Что? Просто так зомби. Прочность средняя, скорость высокая, потом низкая, делает подкоп в левую часть лужайки, слабость магнита грипп. Зомби-землекоп тратит три дня в неделю, приводя в порядок свои разрешения на раскопки. Что? Так, ладно, поехали. Конечно, берем халяву, возьму я этот грипп, так уж и быть, но я его не люблю, не люблю я так, возьму его ради того, чтобы продемонстрировать его. Так, кто у них там? Этот дурачок у них появился. Давай, поехали. Так, сколько у нас там денег, кстати? Я просто хотел самый крутой грохострел купить. 5 тысяч стоит. Так, где вот он идет? Чего-то не видно. Неужели он снизу идет? Сверху? Сверху? Туман-туманища, давай-ка его уберем. Хватает? Только что вот мне не нравится то, что фонарь наш прям под опасностью. Всю дорогу могут уничтожить, загрызть. У него нет защиты никакой. То есть, перед ним надо ставить стену обязательно какую-нибудь. А я стену какую-нибудь не беру. А зря, наверное. Так, две волны на этом уровне. И первым делом, я думаю, надо сиамских товарищей построить. Звездочка, в принципе, дешевая. Ну, блин, она мне действительно не нравится. Не знаю, почему. По-моему, у нее радиус маленький, из-за этого она мне не нравилась. Я вот не помню, почему я ее не брал. Обычно. Ну что, попробуем, давайте звездочку построить. Где-нибудь на воде. Раз. У нее в разные стороны выстрел идет. Вот видите, она не стреляет. Она начинает стрелять, по-моему, когда только к ней близким подойдут. А, да, кому-ка, она сейчас придет. Ну вот, как видите, стреляет он. мне не очень нравится. Вадик, сейчас застроим одними звездочками. Итак, первая волна. О, товарищ идет. Сразу его убиваем. Что там, тут он не играл. не, 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 не надо мне понадобиться. Мать. В принципе, нормально вещь из такой, подумать. Впереди только вот стены построить, чтобы их, как бы, по воде не загрызли. атака не, гляньте, очень хорошо помогают и убивают на суше. Падла, вон она. Лезет с тылы. не, не, остальные еще один. А, где? А, не, загрузил. Валюс, не, все, сейчас загрузите. Я. Ой-ой-ой, вот этого товарища надо клюнуть, топить. Давай, тащите. Давай, сейчас он сейчас идет зарветный. Позорался. О, там еще. Все, с ядром идет. Вот тут он сейчас не все ли, наверное, уничтожит. Сейчас вот мочок, в принципе, не будет. Съел все-таки пупшинку. О-о-о, полегче. Все, пора их съели. О-о-о. О-о-о, все-таки все-таки съел гриф. Добился он своего. похоже один остался зомби это тыква это защита для любого растения защищает растение в пределах своей оболочки ух блин товарищ мне не радует которая прыгает так ладно альманах и так прочность высокая можно сажать на другие растения тыквы давно не видел со своими кузеном ренфилдом конечно он же теперь звезда как же его называют спортивным спортивный герой пэгл мастер тыкве это не интересно она просто делает свою работу зарядка долго это минус так значит ой зачем я это так возьмем потом кабачок море гриб наверно высокий орех надо из стрелкового мы возьмем скорострел не хватает на фонари а зачем за тыкву взял но это ладно чтобы вам продемонстрировать так то бессмысленно и получается взял лучше заместные и взять вам фонарь у нас сытые твари Снизу идёт Вот он поставил Грибочек Хорош, не грызи его Пять тысяч, кстати Надо бы в магазин заглянуть Воду кто-то Тот же прыгнул Насколько я слышу Они шустрые Так что-то не делаю блин, да, без фонаря будет тяжко да ладно так, скорострел, к примеру опа, слышите? где-то эта падла проявит здесь вот по этой линии красные идет а, ну да, вот он допрылся так, сейчас я линию, наверное, скорострелов хотя уже заканчивается волна уровень заканчивается что-то очень быстро должен успеть что-нибудь продемонстрировать тыкву итак, вот надеваем на расстрельную и у него, можно сказать, оборона очень, кстати, прочная оборона зомби будут очень долго грызть эту тыкву то есть, можно смело ставить растение, допустим, вперед сразу последняя волна так, получается, вообще я не вижу смысла брать и прости итак, что-то здесь явно не нужна ну давай все вот эти шлемы все вот эти шлемы как бы снимает вот, снимает зомби-шлемы и другие металлические предметы магнитогрипп очень, кстати, полезный грипп, действительно ух, сколько тут всяких разных зомби так, давайте почитаем ближайшие зомби снимают металлические предметы спит днем магнитизм мощная сила очень мощная иногда это пугает самого магнитогриппа он не уверен выдержит ли он такую ответственность зарядка быстрая это офигенный грипп а, ну и зомби, кстати, точно у нас зомби снова появился прочность средняя особенность прыгать через растение магнитогрипп, слабость то есть забирает у него вот эту штуковину вот этот прибор как хотите, называется прыг-прыг именно так передвигается этот сильный и эффективный зомби делает то, что умеет лучше всего магазин бля-бля-бля мои цены невероятны давай возьмем на куши быц так ну что, и вот тут, я думаю, давайте закончим на этом серию надеюсь, вам понравилась эта серия ждите продолжения подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии ну и всем удачи всем пока до новых встреч пока 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 Продолжение следует...